Квартирный бой по улице Нижнеднепровской продолжается. Оксана Крикливая уверяет, стала жертвой физической расправы людей, которые незаконно выселили ее с ребенком из собственной квартиры. Прямо на улице к женщине подошли трое неизвестных и силой толкнули на асфальт. Адвокат потерпевший говорит, дело так не оставит. На сегодняшний день на ее теле я увидел довольно серьезные кровопотеки. По ее словам, как бы на нее напали сзади. И мы, естественно, будем обращаться после проведения судмедэкспертизы, судмедосвидетельствования в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. Несмотря на угрозы, Оксана Ефимовна продолжает отстаивать свое право на жилье. Намерена доказать решение суда о ее выселении незаконно, а новые жильцы квартиры – мошенники, которые даже не явились на заседании. Наши оппоненты обратились с ходатайством в суд отложить дело слушания, поскольку представитель якобы занят в другом процессе в апелляционном суде. Мы считаем, что это умышленное затягивание рассмотрения дела по существу. Еще раз мы приходим к выводу о том, что это решение таки незаконное. Подавала документы в Генеральную прокуратуру, подавала документы, скаргу в Верховную Раду по защиту материнства и дитинства. Потому что было сказано, что все за все заплачено, людей очень много денег, эти люди смогут все купить и вам не жить. Про то, что не жить, вы видите. Я думаю, что все-таки на суд гуманных он пойдет на защиту моей дитины. Я буду бороться до останнего. Адвокат Оксаны Крикливой убежден, чтобы отстоять право женщины на квартиру, действовать нужно быстро. Иначе новые жильцы успеют перепродать ее третьим лицам, а сама Оксана Ефимовна с ребенком останется на улице. Следующее заседание суда перенесено на середину августа. Продолжение следует...